Связь истории, традиции, поколений. Вот уже второе столетие в округе работает Жилинская средняя школа. Уникальное учебное заведение посетила наша съемочная группа. Когда я только пришел в первый класс, мы с одноклассниками сажали все деревья. Это было три года назад. И мое дерево было вот такое. Ученики Жилинской сельской школы сажают деревья не только в свой первый учебный день. Традицию озеленяет школьный двор. Поддерживают и в День Победы, и на последнем звонке. В школе камерная атмосфера. Здесь все друг друга знают. Бывшие выпускники спустя несколько лет приводят сюда своих детей. Это не просто школа, не просто коллектив, дети. Здесь огромная семья. Здесь учился мой папа, мой дядя. Здесь учили все мои братья и сестры. Сама я и учителя, которые учили моего папу, до сих пор здесь работают. Они учили меня. Теперь они являются моими коллегами. Моя бабушка и дедушка тоже здесь работают. Школа ведет свое летоисчисление с 1872 года. В то время церковно-приходская школа располагалась рядом с храмом Успения Пресвятой Богородицы. Единственного места для обучения сельских детей грамоте не хватало. К тому же дети могли получить только три класса образования. В 1911 году напротив храма на крестьянские деньги построили новое здание школы. Конечно, когда ее строили в позапрошлом веке, не думали, наверное, что она будет до сих пор работать и до сих пор она будет востребована. Но современность сложилась таким образом, что школа нужна. В школе обучается достаточно большое количество детей. Жилинская средняя школа – экспериментальная площадка Малаховской академии физической культуры. Здесь опробируют программы для сельских школ, не имеющих спортивного зала. У нас и футбольные поля с искусственным покрытием, и изобилие всевозможных тренажеров, детских игровых комплексов. Зимой у нас заливается каток, но ведь родители ведут сюда детей не только отдыхать и развлекаться. Им же нужны хорошие знания. И у нас, конечно, собран очень хороший педагогический коллектив. У нас работают и заслуженные учителя, и молодые специалисты. О прочной связи с историей Родины говорит и этот монумент. Два раза в год, в день начала Великой Отечественной войны и в день Великой Победы проводятся молебны. Всех жителей Жилина, безвозвратно ушедших на войну, помнят поименно. Это медальон немецкий. Тут все зашифровано, так просто его не прочитать. По цифрам можно узнать, кто это был, как его звали. Их вешали на шею. Для Егора Мартова уроки истории проходят не только в стенах родной школы. В раскопках на местах боевых действий он участвует вместе с отцом. Егор принес некоторые артефакты и в школу. Постепенно в школьном коридоре образовался военно-исторический музей. Тут находятся наши с отцом раскопки немецкой и нашей СССРской гвардии. Тут представлены экспонаты немецкой и наши. Можно посмотреть, что пост по бокам немецкая, а посередине все наше. То есть винтовка Мосина, лопатки, противоказы. В этом году школа отмечает 148-й день рождения. За это время она прошла интересный путь. Если в первые годы в ней учились не более 50 детей, то сегодня каждый день ее порог переступает 190 учеников. Среди них не только местные жители. Из-за семейной атмосферы в эту школу родители везут своих детей со всех уголков округа.